В России формат универсала, что называется, не зашёл. Поэтому из практичных пятидверок мы имеем лишь Kia Ceed да пару LAT, Vestu и Largus. А вот европейская публика просто обожает машины такого формата. Поэтому вслед за новым хэтчбеком Peugeot 308 свет увидел универсал. Интерьер обоих 308 одинаков, но универсалу полагается спинка заднего ряда, разделённая на три, а не на две части. В самом отсеке есть двухуровневый пол и рычажки, которыми можно складывать упомянутые секции дивана. Отдельно обсудим габариты. Колёсная база исходного хэтчбека при смене поколения выросла на 5,5 см. А если сравнивать универсалы, то длина и ширина стали больше на 6,5 см соответственно. В Европе на выбор предложены бензиновая турбо-тройка, четырёхцилиндровый турбодизель плюс пара гибридов. Правда, бензоэлектрические машины огорчают бензобаками и багажниками заметно меньшего объёма. Все 308 нового поколения будут выпускаться на головном заводе Peugeot во Франции. Вот только хэтчбек успеет разойтись под дилером осенью, а универсала придётся подождать аж до начала 2022 года. Понятно, что практичную версию Peugeot 308 мы не увидим, как собственно и хэтчбек Honda Civic нового поколения. Ведь японская марка приняла решение покинуть Россию. Но это не повод, чтобы обойти премьеру стороной. От седана хэтч взял почти всё, включая размерность колёсной базы, оформление передка, схему шасси и многое другое. Так что отличить пятидверку можно лишь сзади. У неё короткая корма, из-за которой общая длина уменьшилась на 15 сантиметров. Со сменой поколения багажник сделался объёмнее. А особенно вместительным стало подполье. Из любопытного отметим съёмный модуль шторки. Притом последняя выдвигается слева направо, что довольно необычно. Но это дела хозяйственные, а между тем японцы клянутся, что сотворили самое драйверское поколение модели. Двигатель под стать шасси. Лёгкий полуторалитровый турбомотор, заимев второй фазовращатель, теперь выдаёт солидные 180 сил мощности. В Великобритании и Турции Civic больше не выпускают. Так что по всему миру автомобили будут разъезжаться из Японии и США. Собственно, в этих двух странах продажи стартуют первыми.